Еще одна тема, это БРИКС, тем более в Казани она скоро будет из-за проведения саммит очень актуальной. А у нас такие темы, они всегда радостные, но пионеры выходят в флажками маршрут, и говорят, вот случилось нечто. Ну, в целом для России это характерно, а Казань здесь показатель. Я помню, как приезжал в Казань, мне казанцы рассказывали, у нас, универсиада, после этого город становится центром мира. И у меня был один вопрос, а ты знаешь, в каком городе прошла предыдущая универсиада? И казанец типичный отвечал, нет, ну это не важно, но мы станем центром. Вот с БРИКСом это очень похоже, это будет то же самое. Слишком много вокруг него тоже, не то что спекуляции, там нет какого-то заговора, но слишком неоправданных представлений, что это так. Итак, БРИКС сегодня, это 9 стран, Бразилия, Россия, Египет, Айвар, Эфио, Велиран, Египет, Дуае. Соответственно, Аргентина с приходом Милея сказала, нет, 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 спасибо, Боливия как бы рассматривает, еще не все африканские страны рассматривают. С одной стороны, это гигантский рынок, почти 3,5 миллиарда человек, 26% поверхности суши, 40, почти 2% населения Земли. Это действительно очень серьезный и большой рынок. Но есть маленькая как бы проблемка, вот она, проблемка, прицеп. Первый, это декларативный союз, у этого союза пока нет механизмов реального взаимодействия. И это очень серьезный момент, потому что строительство в Евросоюзе всех инструментов взаимодействия занялось во время огромную работу. Вот белая книга Орда Кокфолда показывает, как просто элементарно годы были потрачены на то, чтобы стандартизировать, например, розетки, и то, кроме Британии, как вы знаете, да? Кто ездил туда в былые времена в командировке, наверное, знает этот тройничок, который надо с собой взять. Или уговорить бельгийских шоколадье принять то же соотношение, значит, предельное шоколада и всяких добавок, которые в остальных странах. Это безумная работа по всем бургам. Поэтому Бритс это пока не воротилец. Второй момент, это, конечно, логистика, с учетом, что Бритс не имеет компактности, как у Асиана и как у Евросоюза. Очень серьезная проблема отсутствия общего финансового рынка. То есть, опять же, пока декларации, саммиты, разговоры, пожатия, поцелуи брежневского типа и так далее, это ничего не значит. То есть, нет единого банковского механизма. Сейчас, наконец, разговор об этом пошел. И тем более, нет единой системы валютных расчетов. Не валюты, которые приняты, как, например, резервная основная валюта, Бритса, это мог бы быть ЮАН по понятным причинам. Вот, хотя я встречал настолько, как сказать, утром просыпающихся и прекрасно себя чувствующих людей, которые думают, что им бы мог быть рук. Ну, тут, что называется, у оптимизма нет пределов, кроме медицинских. Но, тем не менее, и с ЮАНем не так просто, никто еще не готов полностью это признать. А нет системы расчетов, например, того, которое было до введения евро в общем союзе, да, через условное введение СУИКЮ, через корзину валют. Ничего этого пока нет, это проблема. Соответственно, разбалансированность фондовых рынок тут вообще автург, потому что у Китая мощный развитый фондовый рынок со своими, правда, ограничениями известными, не будут на них восстанавливаться. У России, на самом деле, достаточно мощный и развитый технический очень рынок, абсолютно не выступающий лучшим мировым образцам. А у других стран все очень по-разному. В Арабских Эмиратах этим просто не заморачиваются. Там люди деньги делают куда более серьезные, чем на полном рынке. У Саудовской Аравии сейчас с индийцами пошли первые взаимопроникновения и первые фонды как раз взаимные по инвестициям через фондовые инструменты. В Египте весь фондовый рынок это программа приватизации принадлежащих военным предприятий. И весь фондовый рынок зависит от одного эмитента, это египетский, как его, все время забывают, водопон, да? Ну, в общем, местный МТС, местный Галай. В Эфиопии вот только сейчас, буквально в прошлом, в этом и в следующем году создана правительственная комиссия, которая начинает с вывода, ну, по сути, гособлигаций на этот рынок. В Бразилии достаточно развитый рынок, ну, отстающий, скажем, от российского или китайского. То есть нет единого рынка, на котором будет взаимопроникновение капиталов. Дальше вот отсутствие стандартизации, я уже сказал, ну, и, естественно, ограничение свободного перемещения труда, капиталов и людей, то есть базисный тезис, например, Евросоюза. И последняя проблема, которая вообще непонятно, как решать конкурентность экономик. То есть, когда они все собираются и обнимаются, это, конечно, здорово, но хочется спросить, например, нефть. Нефть в этом союзе, понятно, производят Россия, Саудовская Аравия, Иран и Уайя. То есть потребление нефти меньше, чем предложение. Какао-бобы, кофе, Индия, Бразилия, теперь еще вошла Эфиопия. Прекрасно, кто все это будет пить? Чай. Чай, Китай, Индия, конечно, в России любят чай, но столько чая не выпьем, даже если весь Атарстан перейдет на производство чекчака, что-то. Вот все равно это нереально. Драгоценные камни, ЮАР, Индия, Россия. Металлы, Индия, Россия. То есть это сплошно, вот, знаете, я как-то изучал торговые балансы стран БРИКС, это сплошная нестыковка, конечно же. Европейский Союз проходил через такую же проблему и до сих пор оукается, да, когда, чтобы убрать эту нестыковку, каким-нибудь, условно говоря, португальцам, португальским ловцам сардины выставили квоты или давили томаты бульдозерами, именно чтобы убрать эти нестыковки. И 20 лет Евросоюз не может окончательно вылечить эту болезнь. А здесь эта болезнь конкурентности экономик, перепроизводство определенных товаров намного выше, поэтому здесь еще проблем, в общем, до чертиков на самом деле. А рынок потребления, естественно, меньше, потому что беднее североамериканского или европейского с точки зрения финансового. Хотя постепенно начинает все-таки догадиться. Так, дальше идем.